День покоя Церковь могла быть образцовую и в дальнейшем жизни нашей. Помолимся Господу. Отче наш, Сущий на небесах, мы возвышаем голос наш к престолу Твоему. Возвышаем, чтобы Ты услышал с места обитания Твоего голос наш. Чтобы, Господи, Ты благословил в этот день воскресный, день покоя. Прежде всего, услышать голос Твой через Слово Твое, через песнопение. Чтобы каждый из нас ощутил близость Твою. Чтобы каждый из нас, Господи, ощутил веяние Духа Твоего Святого. Ты каждый раз, Господи, желаешь нас обогреть, желаешь обрадовать, желаешь обличить и наставить нас, чтобы мы были совершенны, ко всякому доброму делу приготовлены. Посему благослови нас в этом воскресном дне быть в Духе, чтобы слышать Тебя, чтобы разуметь Тебя, чтобы слагать слова в сердце свое и чтобы действовать согласно тех слов, которые мы читаем, знаем, изучаем. Господи, особая молитва сегодня за будущее церкви, за молодежь. Сохрани их от Духа мира сего, от всякого рода зла. Благослови, чтобы каждый был на своем месте, понимая, что каждый должен быть образцом друг для друга, для верующих. Образцом в слове, в житии, в духе, в вере, в чистоте, в любви. Даруй и в этом Твою благодать. Благослови семьи наши, Господи. Мы молимся и за детей наших, тех, которые приносим и благословляем, посвящая Тебе благословить и все сие служение, и слово Твое, и нас, помолиться Тебе в доме Твоем и поклониться за все Тебе, Богу нашему, Отцу, Сыну, Духу Святому. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 друзья, что все эти части нашего общества присутствуют сегодня с нами, и дети, и грудные дети, и отроки, и старцы. Благодарение Господу, что мы имеем такую возможность прийти в дом молитвы. Пророк Иоиль пишет о том, что большое бедствие постигло народ израильский. Бог допустил, чтобы гусеницы, саранча, черви и жуки обрушились на землю этих людей. Это армия такая Божия, которая не оставляла и не оставляет после себя ничего. Перспектива этого народа такова, что голодная смерть и голод ожидает их. И в этой ситуации, в этом бедствии, пророк говорит, есть выход. Обычно люди реагируют на это, на бедствие, на горе, на то, что надвигается над них, рвут одежды свои. И на странице Священного Писания много есть примеров, когда рвали одежды свои, какие-то критические ситуации в жизни. Вот, допустим, Давид разорвал одежды всех, кто с ними был, когда узнал, что Саул умер. Мы читаем в Новом Завете. Первосвященник разорвал одежды свои, потому что услышал, что Иисус Христос говорит, что Он Сын Божий. И этот первосвященник, как бы возмущаясь тем, что он слышит богохульство, рвёт одежды свои, тем самым символизируя и сигнализируя всем, которые там присутствовали. Присутствовали. Голову посыпали пеплом, одевались в ретище, то есть такие одежды, как мешковина, то есть очень простые. В настоящее время мы знаем, что люди тоже реагируют. Кто-то рвёт рубаху на груди, кто-то рвёт волосы на голове, кто-то бьёт себя по лицу и падает на землю. Это в сегодняшней уже жизни люди так реагируют на какие-то обстоятельства, на горе, на беду. И, конечно, дорогие друзья, всё это образы скорби, печали, образы смирения, которые человек демонстрирует. И вот Господь обращается и говорит, что необходимо, чтобы что-то произошло с вашим сердцем. То, что происходит внешне, обрядово, да, я вижу это, но что-то должно произойти с сердцем вашим, то есть с вашей жизнью что-то должно произойти. На страницах Священного Писания мы знаем, что присутствует эта тема, тема состояния сердца человека. Допустим, мы читаем в Псалме 50-м «Сердца сокрушённого и смирённого, ты не презришь Божие». Сокрушённое сердце. Именно об этом сердце Господь говорил вот здесь, в этой ситуации. И благословение для человека, если он имеет это сокрушённое сердце. Мы также знаем из истории израильского народа, что был период в жизни, когда у этого народа было разделённое сердце, когда они служили и Богу Якве, и Богу Ваалу, и Стукану этому. И это было раздвоено, разделённое сердце. И Господь говорит, не служите двум господам. И вот здесь Священное Писание призывает нас к тому, чтобы люди, реагируя на бедствие, понимали истинную причину, почему это произошло, и не действовали или не реагировали вот так внешне, показательно, а занялись тем состоянием, которое здесь называется «раздирайте сердца ваши». Рвать одежду — это зрелище, конечно, для глаз и для ушей. И необходимо, чтобы не в этом проявлялась вот эта плотская сторона нашей жизни. Здесь проявляется, возможно, человеческий темперамент какой-то. Слово Божие говорит, чтобы мы обратились к сердцам нашим, чтобы мы посмотрели внутрь себя, чтобы мы произвели какие-то действия. Конечно, дорогие друзья, действие над сердцем производит Господь и Бог наш. Это Ему подвластно, и Он обладает этой силою. Но допустить или дать это согласие, или дать свое согласие на то, чтобы Господь действовал в сердце нашим, это наша человеческая сторона. В Священном Писании мы находим несколько примеров, когда человеку необходимо от чего-то из своих, так сказать, частей тела отказаться ради того, чтобы приобреть что-то лучшее, смиренное. Мы читаем Матфея, 5 глава, 29 стихом. «Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви и брось от себя». И дальше мы читаем. «Если правая рука твоя соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя». Дорогие друзья, это вот такое образное выражение, когда Слово Божие говорит, «Если действительно грех одолевает тебя, ты должен поступить очень кардинально». И вот здесь, в этой ситуации, когда Господь обращается ко всему обществу, ко всему народу, ко всей земле и посылает полчища свои, Господь говорит, «Вы не реагируйте внешне, вы реагируйте внутренне, обратитесь к сердцам вашим, вам необходимо изменить пути ваши и отношения к Господу Богу». Божественная сила совершает вот эти действия и эту работу над сердцем человека, но при согласии человека. Бог обладает этой силой. И помните, когда Иисус Христос на Голгофе возопил, то Слово Божие говорит, что земля потряслась и камни расселись. То есть были камни какие-то, глыбы, и они начали рассыпаться, расселись. Дорогие друзья, если сердце наше человеческое как камень, то Господь говорит, что Он даст нам новое сердце. Иезекииль говорит, «И дам вам сердце новое, и дух новый дам вам, и возьму у вас из плоти ваше сердце каменное, и дам вам сердце плотяное». Господь может совершить вот эту замечательную замену. Тоже сердце, но Он сделает так, что это сердце будет думать, это сердце будет направлять наши ноги, наши руки, наши глаза в другую сторону, в сторону божественную, в сторону святую. Да поможет нам Господь в этом. В Псалме 146, в 3 стихе мы читаем, «Он исцеляет сокрушенных сердцем и врачует скорби их». Если наше сердце сокрушено, если мы уже совершили эту работу, раздирая сердце свое и представая пред Господом нашим, и сокрушаясь, и смиряясь, то Господь говорит, что Он исцеляет эти сердца, Он эти сердца восстанавливает. Тогда люди жили в мире вот этих символов, в мире обрядов, в мире вот этих церемоний, когда Господь говорил, «Ты должен принести, ты должен посвятить, ты должен возлить, ты должен возложить». Сегодня мы живем в мире, где Дух Святой действует, и эти церемониалы больше не требуются. И тем не менее, даже в то время Господь говорит, отойдите от этих церемоний, отойдите от этих привычек, займитесь вот этим сокровенным, духовным, внутренним, займитесь своим сердцем. Тогда это было неприемлемо, тем более сегодня, когда Дух Святой действует на всяком месте, как и Он обещал. Обещал. Гусеницы, саранча, черви, жуки, после них ничего не оставалось. После них оставалось только горе, разочарование, дорогие друзья. Сегодня это можно сравнить с тем, дорогие братья и сестры, как сегодня действует пропаганда безбожной жизни. Они тоже сносят все, что является святым, все, что является человеческим, вот эти все человеческие ценности, взаимоотношения, все, что Господь создавал и создает, и что написано в Его Святой Книге, сегодня вот эта саранча, пропаганда этой безбожной, безбога жизни, она сносит. И черви, и жуки доедают. И поэтому сегодня у нас есть большая причина, чтобы Господь сохранил и нас, и детей наших, и молодежь нашу, и малых наших, и грудных наших, о том, что может постичь наших детей, с чем они обязательно столкнутся, и с чем мы сегодня сталкиваемся. Да поможет нам Господь, дорогие друзья, чтобы мы были на страже, чтобы мы сегодня воспользовались этой возможностью подать свой голос пред Господом Богом нашим, за детей наших, за малых наших, за домы наши, за семьи наши, да благословит нас в этом Господь. Помолимся Ему. Аминь. Христа на Тебя shoot Christissime, не смущайся только веру, не смущайся только веру, не смущайся только веру, не伤айся только веру, будешь ты спасен. Не смущайся только веру, сам Христу на Тебя, Будет время, чтобы у Бог есть голос Божий навсегда. Он имел и поспешит, Бог зовет к нему прийти. Только вера во Христа нас от небес не спасла. Не смущаться только Христом Христом тебя. Будет время, чтобы у Бог есть голос Божий навсегда. Он имел и поспешит, Бог зовет к нему прийти. Только вера во Христа нас от небес не спасла. Не смущайся, не смущайся, не смущайся. Не смущайся, только веруй, спасешься ты и дом твой. Славис верно велика, начало нет и льется, как векам. И как волна нам знает берега, и грубока светла и широка. И если бы не было любви, но любви не спасла. Не смущайся, не смущайся, не смущайся. 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 И как спаситель всех людей любви. Но если б знал, живущий на земле, Любовь Христа вечнею дышат все, и если Бог в любом огне ловит, то этот мир давно уже погиб. И если б не было любви, любви Христа, и нас на грех славе имени, надежно вечно жив, и как спаситель всех людей любви. Он возлюбил, тебя меня давно, Он возлюбил, и те, кто лишь одно. Твердили мне и поднимали все, а Он сегодня призывает все. И если б не было любви, любви Христа, и нас на грех славе имени, надежно вечно жив, и как спаситель всех людей любви. Я верю в Иисуса, Он цель моей жизни и свет. Я верю в Иисуса, прекрасней имени нет. Я верю в любовь, великую Божью любовь. Я верю в Иисуса, прекрасней имени нет. Я верю в Иисуса, прекрасней имени нет. Я верю в Иисуса, прекрасней имени нет. Я верю в Иисуса, и помню, как нежно Он звал. Я верю в Иисуса, прекрасней имени нет. Я верю в Иисуса, прекрасней имени нет. Ты ещеissement с солнца смехи. Я верю в Иисуса. Я верю в Иисус, прекрасней имени нет. Я верю в Иисуса, прекрасней имени нет. И вот мое сердце наполнило радость о том Какое же счастье быть близко в общении с Христом Хочу я, чтоб люди могли это все увидать Душою и сердцем Спасителя верой принять Моя радость, моя радость лишь в нем Мое счастье, мое счастье лишь в нем Моя сила, моя сила лишь в нем Только в нем, только в нем, только в нем Моя радость, моя радость лишь в нем Мое счастье, мое счастье лишь в нем Моя сила, моя сила лишь в нем Только в нем, только в нем, только в нем Я и счастье, мое счастье лишь в нем Моя счастье лишь в нем Моя счастье лишь в нем И в избытке дарим нам отцовской рукой И надежду, и мир, и покой. И в избытке дарим нам отцовской рукой И надежду, и мир, и покой. Перед вечной любовью Отца Преклоняются наши сердца. Благодарностью наш наполняется дух, Бог приблизился к людям вокруг. Благодарностью наш наполняется дух, Бог приблизился к людям вокруг. Ты, Господь, наша жизнь и наш смерть, Ты наш смерть, защитник отбел. Мы в общении с Тобой ощущаем душой Сладкий мир и любовь и покой. Приветствую всех, братья и сестры. Сегодня у нас книга пророка Иоиля. И я хочу сегодня в короткой вступительной проповеди говорить о Евангелии. Евангелие от пророка Иоиля, если так можно назвать. Что, разве у Иоиля есть Евангелие? Разве в Ветхом Завете есть Евангелие? Есть. Есть. Потому что Бог один и тот же. И во все времена Его самое большое желание – это спасти человека, спасение. И вот давайте мы немножко посмотрим на то, как Евангелие мы можем найти в книге пророка Иоиля. А мы должны Его найти, потому что мы Христа должны найти, где Христос, там спасение. А зачем еще Христос и нужен, если Он не Спаситель? А Он Спаситель. Вот зачем Он нам нужен. Итак, я хочу начать с того, что уже брат немножко затронул. Но я прочитаю еще эти слова. Слово Господне. Первая глава прямо буду читать. Слово Господне, которое было к Иоилю, сыну Вафуилом. Слушайте это, старцы, внимайте все жители земли сей. Бывало ли такое во дни ваши или во дни отцов ваших? Передайте об этом детям вашим, а дети ваши пусть скажут своим детям, «А их дети следующему роду, оставшиеся от гусениц ела саранча, оставшиеся от саранчи ели черви, оставшиеся от червей да ели жуки, пробудитесь пьяницей, плачьте и рыдайте все пьющее вино о виноградном соке, ибо он отнят от уст ваших». Ну и где же здесь Евангелие? А Евангелие, оно начинается с того, что Господь обличает о грехе. Он обличает о грехе и призывает к тому, чтобы человек просто пробудился от этого греховного нетрезвого состояния, чтобы он пробудился и посмотрел на реальность. Какова же реальность? Реальность такова, что саранча, гусеницы, черви, жуки, что это все означает? Это означает картину жизни без Христа, во грехах. То ли это человек, который вообще не знает Бога, то ли человек, который отступил, будучи верующим или охладел, то тогда его одолевает вот это все, то, что здесь называется. Что такое саранча? Это саранча, брат уже немножко говорил, то, что приходят извне, из искушений, из этого мира. Что такое червяки? А червяки то, что уже в сердце, там уже грех. Он как червяк, он точит там внутри душу и разум, и внутренний человек. И вот такое наше состояние, когда мы без Христа, мы с этим справиться не можем. И на самом деле, я сам саранчу не видел, такие тучи большие, может быть, кто-то встречал, только так вот из книг. Ну, сама саранча-то, она бывает так вот, видно, на кузнечиков похоже. Но она все пожирает, все пожирает, не оставляет, значит, зелени. Дреховный мир тоже все пожирает. Это то, что мы называем суета. Все суета. И вот наша жизнь, она и состоит из суеты. Ну, суета-то суетой. Есть суета, которая Богом как бы дозволена, она необходима. Это необходимо наше существование. Мы встали утром, нам надо умыться, нам надо приготовить себя, чтобы прийти в собрание. Но это необходимость. А есть та суета, которая душу опустошает. А вообще-то, если в душе Бога нет, то суета только и заполняет, и она и опустошает душу. И вот здесь мы читаем дальше вот такие слова. В 9 стих. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в Доме Господнем. Суета-то суетой. Ну вот, давайте посмотрим на свое сердце и зададим вопрос. Что я сегодня могу принести Богу? Вот здесь так сказано. Прекратилось хлебное приношение в Доме Божьем. Очевидно, что Иоиль имел отношение к храмовому служению. Возможно, он был из череды священников. И поэтому обратил внимание, что в храме, ну, все шло-шло вот как по закону, по уставу. А потом прекратилось хлебное приношение. И это вопрос для нас. Что сегодня я приношу Богу? Что из моей души, из моей жизни, вот из этой повседневной суеты, что принадлежит Богу? Что проставляет Бога? Что радует Бога нашего? И вот это должно нас отрезвлять. А тогда зачем я живу вообще на земле, если не для Бога? А тогда зачем я называюсь христианином, если мне нечего сегодня принести ему? Ни молитвы, ни славословия, ни чистого сердца, ни любви к нему и к ближним. Суета опустошила. Или череп. Какой там череп может? То ли зависть, то ли недовольство, то ли корыстолюбие, то ли дух блуда в сердце сидит. Червей там может быть же много завелось. Мы должны себя проверять. Ну, дальше Слово Божие говорит во второй главе. Трубите трубою на Сионе и бейте тревогу на Святой Горе Моей. А кто должен трубить трубою? По закону мы знаем кто. Это должны делать священники. Священники должны трубить трубою. И при том должны трубить трубою определенный сигнал. Когда нужно собирать собрание, когда нужно идти на войну, когда нужно каяться, пост объявлять. Это должны объявлять священники. И при том труба должна издавать определенный звук. И как это важно для, в первую очередь, конечно, для проповедников, для служителей. Чтобы в любую ситуацию, в любые времена правильно реагировать на ту обстановку, на ту ситуацию, которая... Вот это саранча. Что такое? Это дух этого мира. Надо его правильно оценить и протрубить трубой. Вот от чего сегодня надо беречься. Вот какие черви могут быть сегодня в наших сердцах. И... Продрубить трубою, сказать Слово Божие. И что дальше? И дальше то, что брат уже читал. Вот в чем Евангелие заключается. Евангелие заключается в том, что... Но и ныне еще, говорит Господь, обратитесь ко мне всем сердцем своим. В чем заключается Евангелие? В том, что оно дает шанс. В том, что оно дает время для обращения, для исправления. Для того, чтобы хромлющее не совратилось, а лучше исправилось. И вот... Уже мы слышали Слово Божие о том, как надо раздирать свои сердца. Но... Знаете, сердца наши, и мы сами люди, очень и очень инертные и ленивые для того, чтобы работать над самими собой. И чаще всего Господь это делает через какие-то внешние обстоятельства. Что-то нас хорошо должно стукнуть, ударить. И тогда мы начинаем думать, ой, почему же. И на самом деле, вот этот Иоиль тоже задумался, он спрашивал тоже у Господа, а почему это? А почему это вдруг саранча постигло? А почему это вдруг так получилось? Да ответ на это есть. Да в законе же об этом сказано. Там Господь и сказал, а если вы отступите, то я всемиро вам накажу вас. А если еще отступите, то еще всемиро. А если еще, то еще всемиро. Если это помножить, какая-то геометрическая прогрессия ужасная получается, то становится просто аж страшно. Но на самом деле так оно и бывает в нашей жизни, что что-то должно нас действительно толкнуть. Толкает Господь. Может быть, сегодня кого-то толкает. А может кто-то сидит так, спокойно, и жизнь хорошо, и тогда Господь говорит, отрезвитесь. Отрезвитесь как должно. Надо отрезвиться, потому что, а проверь, а может быть червь в душе сидит и гложет, и поедает внутренность. Поедает, что поедает червь? Что поедает саранча? Поедает нашу добрую совесть, которую мы давали Богу. Или, может, еще не давали Богу, но совесть, добродетели. Вот то, что Господь дал нам для того, чтобы Ему принести. Самое лучшее из нашей жизни. Поедает у кого-то, может, молодые годы жизни. И потом уже человек пробуждается, ой, а уже прошла жизнь. Но в чем заключается благодать Божия? Что даже и тогда, когда время уже пропущено много, то вот посмотрите, что Господь говорит. 25 стих, 2 глава. «И воздам вам за те годы, которые пожирали саранча, черви, жуки и гусеница, великое войско мое». Господь каким-то чудесным образом восполняет то, что было утрачено. Что такое Евангелие? Что такое спасение? Спасение – это чудо. Спасение – это то, что человеку невозможно. И так ученики говорят, так кто же может спастись? Никто не может спастись. Человекам это невозможно. Но не Богу. Богу же все возможно. Бог сегодня сильный спасать. В любом состоянии, любых червей Он из сердца может изгонять, удалять, и даровать сердце чистое. И дальше мы читаем вот эти великие слова, которые исполнились в день Пятидесятницы. «Излию от Духа моего». Вот что Господь дает от Духа Своего. Дает благодать Духа Своего, который возрождает, перерождает, обновляет наше сердце. И мы все в этом сегодня нуждаемся в благодати Духа Святого. Потому что сердца наши остывают в любви к Богу, остывают в любви к ближним. И мы нуждаемся, чтобы Господь нам сегодня излил еще больше Духа Святого, чтобы нам действительно побеждать Дух этого времени. В книге Иоиля такое слово часто повторяется. «Грядет день Господень». День Господень грядет. И День Господень, что он такое представляет? Это встреча с Богом. Это личная встреча каждого с Богом. Для одних он будет страшным, для других радостным. День Господень. Проверим себя сегодня. Каким будет для нас День Господень? И вот сегодня Господь еще ждет, еще есть время спасения, еще есть шанс. Это и есть Евангелие. Которое записано здесь, в книге пророка Иоиля. И пусть благословит нас Господь, чтобы мы временем этим воспользовались. Аминь. Я записан в книге жизни вечно и святой, вечно и святой, вечно и святой. Встречу скоро я в отчизне, мой Господь с тобой. Там буду я с тобой. Нет там, не будет плача, нет там, не будет стона, нет там, не будет горя. Господь слезу отрёт. Нет там, не будет плача, нет там, не будет стона, нет там, не будет горя. Господь слезу отрёт. И меня земного манит голубая ввысь, голубая ввысь, голубая ввысь, Старик пламени и желаний вечности унеслись, в отчизну неслись. И меня земного манит голубая ввысь, голубая ввысь, голубая ввысь, Старик пламени и желаний вечности унеслись, в отчизну неслись. Нет там, не будет плача, нет там, не будет стона, нет там, не будет горя. Господь слезу отрёт. Нет там, не будет плача, нет там, не будет плача, нет там, не будет плача. Горя, нет там, горя. Бережу, приду, когда-то мой небесный дом, мой небесный дом, мой небесный дом. И душа тоской обята по стране родной, по родине святой. Бережу, приду, когда-то мой небесный дом, мой небесный дом, мой небесный дом. И душа тоской обята по стране родной, по родине святой. Нет там, не будет плача, нет там, не будет стона, нет там, не будет горя. Там пастыр мой, Господь. Нет там, не будет плача, нет там, не будет стона, нет там, не будет горя. Там пастыр мой, Господь. Там пастыр мой, Господь. Там пастыр мой, Господь. В нашей церкви есть много семей, которые уже устали плакать о спасении детей своих, у которых уже и слез нет, и слов нет. И это стихотворение побуждает продолжать вопиять о детях своих. Не имея 4.14, говорит, не бойтесь их, помните Господа великого и страшного, и сражайтесь за братьев своих, за сыновей своих, и за дочерей своих, за жен своих, и за домы свои. Боль, тоска, разлилась, расплескалась, пронося в сосуды сердца яд. Не дают покоя злые мысли. Сыновья идут дорогой в ад. Сигаретный дым, вино, таблетки, интернет, запретное кино, виртуальный мир, ночные гонки, героин и встречи в казино. В чем найти для мамы утешение? Чем разбавить едкий концентрат? Мысль, одна несчастную тревожит, сыновья, идут дорогой в ад. Взгляд потухший, в волосах сединки, и морщин ненужных целый ряд. Даже внешне трудно скрыть тревогу. Сыновья идут дорогой в ад. Молится, без устали, с надеждой. Молится, который день подряд. Ведь копьем стальным пронзено сердце. Сыновья идут дорогой в ад. Жизнь идет своим водоворотом. Волны грозно воют и шумят. Трудно нам ответить на вопрос сей. Почему идут дорогой в ад? Чья вина и чье здесь упущение? Кто во всех проблемах виноват? Разве будет легче от ответа? Сыновья идут дорогой в ад. Дьявол четко знает свое дело, Пополняя обреченных ряд, Расставляя сети и ловушки, Чтоб привлечь как можно больше в ад. Слово Божье укрепляет душу, Сил дает, Внося особый вклад женщине, Которая молитвой заслоняет путь, Ведущий в ад. Ей так надо выстоять сражение И звучит сегодня, как набат. Встаньте рядом, Руки поддержите, Не позвольте детям выбрать ад. Боль, тоска разлилась, Расплескалась, Но слова призывные звучат. За спасение сыновей молитесь, Помешайте им увидеть ад. Силы неба призывайтесь с верой, Не смотрите никогда назад, Лишь вперед, За Господом в сражение, Чтоб закрыть для них Дорогу в ад. Аминь. Дорогие мои друзья, Сегодня у нас особый день, День молитвы за нашу молодежь. Это боль нашего сердца, Это переживание нашего сердца. И вы знаете, Один человек сказал, Такие слова. Он сказал так, Что один молящийся человек Больше любого немолящегося народа. Один молящийся человек Больше любого немолящегося народа. И поэтому сегодня мы будем молиться. Молиться будут служителя. Молиться будет церковь. Я думаю, все мы преклоним сейчас колени и будем молиться. Будем молиться о чем? Слово Божие говорит. В книге притчи 22 глава 6 стих. Наставь юношу при начале пути его. Он не уклонится, когда и состареет. Будем молиться, чтобы мы, поколения, которые прошли уже этим путем, могли наставить с раннего детства наших детей, наставить правильно, так, чтобы они не уклонились. Будем молиться о том, что, помните, вот братья нам читали из книги пророка Иоиля, слова, такие слова. «Между притвором и жертвенником доплачут священники, служители Господни, и говорят, пощади, Господи, народ Твой, не предай наследие Твоего на поругание, чтобы не издевались над ним народы. Для чего будут говорить между народами, где Бог их?» Вы помните Соломон, который молился Господу. И мы видим, как он молился. Когда Соломон произнес, написано «Все моление и прошение Господу», тогда встал с колен жертвенника Господня. Руки же его были простерты к небу. И стоя благословил все собрание израилетям. И написано, чтобы, и он говорил такие слова, «Чтобы все народы познали, что Господь есть Бог и нет, кроме меня». Есть Господь. Вот в книге Неемия мы слышали только что слова, которые Господь говорит, «Помните Господа». Помните Господа. Наш Бог, Он Бог сильный. И в другом месте, в книге пророка Исаия, Он так говорит, Исаия говорит, «Укрепите ослабевшие руки и утвердите колени дрожащие. Скажите робким душою, будьте тверды, не бойтесь. Вот Бог наш придет от тщения, воздаяния Божия. Он придет и спасет вас». Мы знаем, что сила у Господа. Сила у Него, не у нас. И те черви, о которых мы сегодня слышали, которые есть в сердце, от них может избавить только Господь. Поэтому сегодня мы сейчас, вот прошу всех служителей, чтобы мы сейчас, пожалуйста, церковь, давайте склонимся на колени, будем молиться, так, как молился Соломон, чтобы Господь помиловал наследие наше. Братья, пожалуйста, приходите. Владыка наш Божий, благодарим Тебя за то, что сегодня мы можем в Доме Твоем молиться о милости Твоей и за то, что День Спасения продолжается для всех людей. Наша молитва за молодое поколение, детей наших, внуков наших, которые живут вот в это время лукавое и злое. И прежде всего мы молимся о действии благодати Духа Святого, чтобы они получили новую жизнь, чтобы отдали свои сердца Тебе, чтобы у них произошло истинное обращение к Тебе, покаяние, обновление всей жизни и поворот к Тебе. И также молимся за всех, кто уже обратился. Но много искушений. Помоги, Господи, на Тебя взирать. Помоги поддерживать друг друга, чтобы молодежь была действительно христианская молодежь, не полумирская, не была двойную жизнь, была полная отдача Тебе, Господу нашему, чтобы в это время для своего поколения они могли сказать Слово Твое, Слово спасения, Слово благодати. На этом мы призываем благословения и силы Духа Твоего. В имя Иисуса Христа, во славу Твою. Аминь. Наш любящий Господь, мы Церковь Твоя на руках молитвы нашей приносим наших детей, нашей семьи, нашу молодежь, наше подрастающее поколение, которое вливается в Церковь и которое еще вне Церкви, Ты введи их в Церковь. Им дальше нести знамя Твоей любви, им дальше раскрывать Твою благодать на этой земле, быть светом и солью. Господи, исполни их страха, страха ко греху, к миру этому и всему, что в нем, любовью к Тебе, любовью к погибающим людям и дай, чтобы Дух Святой наполнял их. Благослови нашу молодежь, быть искренной, послушной, горящей, пламенеющей духом, быть свободной от власти греха и зла, и мира, и растления, которое господствует в этом мире. Благослови, мы Церковь Твоя просим это, молим Тебя, Господи, за наших сыновей и дочерей, чтобы они искренно ходили пред лицом Твоим, служили Тебе, славили Тебя и были Твоими здесь на земле и после вечности. Да будешь Ты возвеличен в жизни их и прославлен наш любящий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь. Господи, благодарим Тебя, что Ты побуждаешь народ святых молиться за детей своих, за молодежь. Мы понимаем, Господи, что это и настоящее, и будущее Церкви, посему мы и возвышаем голос свой к Тебе. «Услыши нас, Господи, услыши молитву Церкви. Некогда Соломон понимал важность, и он преклонил колени и воздвиг руки свои к Тебе, к престолу Твоему, чтобы Ты услышал, чтобы Ты помиловал, чтобы Ты благословил. И даже тогда, когда будут отступать от Тебя, если они обратятся к молитве, обратятся к храму Твоему, услышь из места обитания Твоего». Господи, вот на семь месте услыши молитву Церкви и благослови молодежь и в нашей Церкви, и повсеместно, где ныне молятся об этом. Благослови, избави от Духа мира сего и те, которые попались в сети, Господи, дай им свет, чтобы они обратились от тьмы к свету, от власти сатаны к Богу. Благослови их искренностью служить Тебе, благослови их в страхе Господнем совершать жизнь, совершать служение, совершать хождение пред Тобою. Господи, да придут молитвы сии на память пред Тобою, и Ты ответь, и Ты действуй, и Ты, Господи, защити и огради, и пусть и в этом Твое имя прославится Бога нашего. Аминь. Господь, мы присоединяемся к молитвам многих детей Твоих, церквей поместных, которые согласились сегодня быть в посте и молитве за молодежь. Благодарим Тебя, Господь, что Ты побуждаешь молиться друг за друга и за детей наших. Желаем, Господь, чтобы Ты благословил их, и мы сегодня заступаем за детей наших, за семьи наши, за молодежь нашу. Господь, пошли Ты им милость Твою, пошли Ты им защиту Твою, пошли Ты им мудрость различать, что доброе, и отвергать худое. Благослови, Господь, и благослови братьев и сестер, возвещать истину Твою и наставлять от юности. Благослови, Господь, детей наших, и благослови, Господь, потому что в сердце работу производишь Ты. И к Тебе мы приходим, и у Тебя просим милости для детей наших. Во имя Господа Иисуса Христа. Аминь. Господь наш Отец Небесный, мы, дети Твои, склоняемся пред Тобою и сердечно благодарим Тебя за то, что по великой милости своим можем к Тебе приходить, к престолу благодати, для того, чтобы молиться за нашу молодежь, за наших детей, за наших подростков. Господь, в этот день, когда народ Твой молится, Ты, Господи, услышь с места обитания Твоего. Мы просим Тебя за нашу молодежь. Просим Тебя, Господь, чтобы Ты сохранил их от духа мира этого, от духа современности, чтобы они Тебя любили, чтобы они Слово Твое любили, чтобы они Церковь любили. Господь, просим Тебя, услышь молитвы родителей, услышь молитвы матерей. Просим Тебя, чтобы Ты, Господи, продолжал работать в сердцах тех, кто знает о Тебе, но не знает Тебя. Кто отошел от Тебя, кто в этом мире, Ты, Господи, продолжай работать. И помоги нам стоять в проломе, в проломе за детей, в проломе за молодежь, в проломе за подростков. Помоги, Господи, чтобы подобно рабу Твоему Моисею, чтобы мы сказали, ни копытания отдадим, чтобы никто из них не потерялся, чтобы никто из них, Господи, не погиб, но чтобы они все Тебе служили. Услышь, Отец, молитву Церкви, услышь молитву народа Твоего, благослови нашу христианскую молодежь, благослови молодежь, Господи, по всему лицу земли, чтобы они, действительно вливаясь в Церковь, могли Тебе служить, Богу нашему. А, Господи, Тебя мы благодарим, что Ты услышал все наши молитвы и принял их к престолу благодати и пошлешь больше, нежели мы о чем просим или помышляем, потому что на Тебя уповаем. Слава Тебе, Господь, да будет за все. Аминь. Благословенный Отец, благодарим Тебя, что у нас есть Ты, Бог крепкий и любящий, Бог сильный, в руке Которого есть сила вырвать, Господи, то, что Сатана, Господи, Тот, Который пришел в этот мир для того, чтобы погубить души, у Тебя есть сила для того, чтобы забрать, ибо Ты сильнейший. Господи, как некогда Абраам, поднимая руки к небу, Господи, надеялся на помощь Твою, и Ты давал эту победу. Сегодня мы, как Соломон так же, поднимаем руки свои к небу, чтобы, Господи, получить защиту и помощь от Тебя. Яви Твою милость народу Твоему, молодежи нашей. Благослови, Господи, чтобы молодежь, которая наполняет церковь, Господи, она не потерялась. Благослови, чтобы те, кто блуждает в этом мире, Господи, увидели свет Твой и обратились к Тебе. Господи, помилуй молодежь нашу, благослови ее, чтобы для них был чужд этот мир, Господь, чтобы они любили Тебя и Слово Твое, чтобы сердца их горели огнем желания служить Тебе и принадлежать Тебе. Благослови, Господи, даруй ненависть к этому миру, Господи, и ко всему тому, что Господи принадлежит этому миру. Благослови их любить грешников, Господи, и являть этот свет, любовь им. Благослови, Господи, быть солью и примером во всем. Мы молимся и просим Тебя, Господи, чтобы слова Твои находили обитание в их сердце, чтобы они падали на добрую почву и произносили добрые плоды в их жизни, чтобы жизнь их была свята. Боже, мы молимся и просим Тебя, не дай, Господи, чтобы наследие Твое, оно потерялось в этом мире и было уничтожено. Благослови, чтобы это было будущее нашей Церкви. Мы молимся и просим Тебя о малых также, чтобы Ты дал свет очам им, Господи, и Слово Твое, чтобы находило в сердце их добрую почву. Мы молимся и просим о тех, кто, Господи, ушел и потерялся, возврати и помилуй. Осуши слезы матерей, Господи, и услышь их молитвы. Благослови, Господи, детей наших, служителей Твоих. Непрестанно стоять, Господи, на страже и возносить руки к небу. Боже, даруй, Господи, чтобы вот этот дух молитвы и надежды на Тебя, Господи, наполняли сердца нашей молодежи. Тебе же, Богу нашему, слава и хвала. Мы превозносим Тебя, поклоняемся Тебе, Отцу, Сыну и Духу Святому. Аминь. 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 Псюм — Сыну и Духу Святой. Только Боги, только с Иисусом, не устрашусь я ничего. Только Боги, только с Иисусом, только по другой всепышнего. Сладок жизни путь счастьем тыщет, только по другой всепышнего. Сладок жизни путь счастьем тыщет, только по другой всепышнего. Только Боги, только с Иисусом, не устрашусь я ничего. Только Боги, только с Иисусом, только по другой всепышнего. Не боюсь нога, без опасения, только по другой всепышнего. Сладок жизни путь счастьем тыщет, только по другой всепышнего. Только Боги, только с Иисусом, не устрашусь я ничего. Сладок жизни путь счастьем тыщет, только по другой всепышнего. Мир вам, дорогие братья и сестры, слава Господу за сегодняшнее служение. Слава Богу, что мы можем прийти к Нему, помолиться за наших детей, за нашу молодежь, для того, чтобы Бог продолжал работать. Господь, Слово Божье, оно имеет определенную силу. И Бог сказал, что когда вы будете молиться, как мы слышали, когда вы будете приходить ко Мне, Я услышу. И это обетование мы имеем и по отношению к детям нашим. И помоги нам, Господь, чтобы мы продолжали молиться, продолжали поститься, для того, чтобы Бог помиловал, для того, чтобы они вместе с нами были в церкви и служили Господу. Сегодня перед нами книга пророка Иоиля. Мы уже слышали, братья говорили об этой книге. Иоиль, Джихова Эль, Господь есть Бог. Много нам Слово Божье не говорит об этом пророке. Мало и исторических каких-то данных, которые говорят о нем, хотя имена встречаются в Писании, но мы понимаем, сопоставляя время, что это не относится к этому пророку. Время написания и деятельность этого пророка тоже не очень понятная, хотя большинство богословов говорят о том, что время происходило как раз после пленения, когда народ Божий возвратился, когда возвратился в свою землю. И здесь есть несколько моментов, которые помогают нам приходить вот к такому мнению. Когда мы с вами смотрим на все эти главы, три главы у этого пророка, и пророк Иоиль ни разу не говорит о царе, ни разу не говорит о князьях, говорит о священниках, говорит о старейшинах. И это как раз было то, что соответствовало тому времени, когда у народов Божьего были священники, старейшины, которые руководили народом, те, которые пришел с плена. Иерусалимский храм представляется единственным таким вот святилищем, и на которое очень много внимания уделяет пророк Иоиль. Он не говорит о идолопоклонстве, не говорит о том, что вот приносились жертвы где-то на высотах, что было таким вот естественным для тех пророков, которые пророчествовали до плена. Когда мы с вами смотрим вообще вот малых пророков, мы находим о том, что книга Иоиля имеет или есть места, которые цитируются у других пророков, в частности пророка Амоса, Сафонии, особенно пророка Иезекииля. Когда мы с вами смотрим третью главу, восемнадцатый стих в книге пророка Иоиля, и сравниваем это с сорок седьмой главой пророка Иезекииля, первый стих, мы с вами находим, что почти об одном и том же говорится. Мы с вами находим о том, что те взгляды, которые вот были выражены, которые пророк или Дух Святой выразил в этой книге, они также соответствуют больше времени после плена, после пленному времени, когда очень много значения придается жертвам, и пророк очень сожалеет о том, что жертвы прекратились в Доме Господнем. Когда мы с вами смотрим вот на три главы, три таких вот основных момента, которые мы с вами находим, мы слышали уже сегодня о том, что Бог говорит о наказании своего народа, Божьего народа за отступление, за то, что они отошли от Бога, и Бог говорит о наказании, первая глава и вторая глава, где-то до восемнадцатого стиха, Бог говорит о наказании своего народа. Читаем девятый стих этой первой главы. Прекратилось хлебное приношение и возлияние в Доме Господнем, плачут священники, служители Господни, опустошено поле, сетует земля, ибо истреблен хлеб, высох виноградный сок, завяла маслина, краснейте от стыда, земледельцы, рыдайте в виноградаре о пшенице и ячмене, потому что погибла жатва в поле, засохла виноградная лоза, смоковница завяла, гранатовое дерево, пальма и яблоня, все дерева в поле посохли, потому и веселье у сынов человеческих исчезло. Полное опустошение народа Божьего, опустошение духовное, прекратилось приношение, прекратилась жертва, и опустошение физическое, когда весь урожай, все, что было в поле, все, что было в саду, все исчезло, все поели, как мы с вами слышали, гусеницы, саранча, черви, жуки, полное опустошение. Вторая часть этого пророчества с 18 стиха 2 главы и до конца 2 главы это избавление, избавление и восстановление народа Божьего. Как Господь предлагал, когда вы соберетесь, когда вы назначите праздничное собрание, когда вы объявите пост, когда вы объявите молитву, когда вы будете раздирать сердца ваши, когда вы будете молиться, Бог говорит, я дам восстановление, я пошлю избавление. читаем 2 глава 18 стих, и тогда возревнует Господь о земле своей и пощадит народ свой, и ответит Господь и скажет народу своему, вот я пошлю вам хлеб и вино и елей, и будете насыщаться ими, и более не отдам вас на поругание народам. и пришедшего от севера удалю от вас, и изгоню в землю безводную и пустую, переднее полчища его в море восточное, и заднее в море западное, и пойдет от него зловоний, поднимется от него смрад, так как много наделал зла. И 21 стих, не бойся земля, радуйся и веселись, ибо Господь велик, чтобы совершить это. Господь велик для того, чтобы совершить избавление, для того, чтобы совершить восстановление. И 3 глава, мы с вами находим, что Господь говорит о суде, о суде над теми народами, которые делали опустошение в земле иудейской, в земле Израилевой. Мы с вами читаем 1 стих 3 главы. «И вот в те дни, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, которое они рассеяли между народами и землю мою разделили». Господь произведет суд. Господь накажет те народы, которые вели опустошение в Израиле. Как вы знаете, мы и тема наша заключается в том, чтобы увидеть Новый Завет, как мы с вами слышали, увидеть Евангелие, увидеть Христа, увидеть действия благодати в книгах Ветхого Завета, Христос в книгах Библии. И как мы с вами слышали, основной момент Евангелия – это тема спасения, это тема действия Божьей благодати. И здесь пророк Иоиль, или Дух Святой, говорит о том, что будет это спасение. Более того, мы с вами читаем вот 28 стих, когда пророческий Иоиль говорил о том, что будет после, о том, что будет во время Пятидесятницы, мы с вами читаем этот стих, и будет после того, и зальет Духа Моего на всякую плоть, и будут пророчествовать сыны ваши, и дочери ваши, старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения. И апостол Петр, когда мы смотрим 2 глава Деяния святых апостолов, апостол Петр в 16 стихе 2 главы говорит, «Но это и есть предреченное пророком Иоилем». То есть, то, что происходило во время Пятидесятницы, сошествие Духа Святого, Петр говорит, что это как раз то, что мы с вами прочитали здесь в 28 стихе. Господь говорит, что часть восстановления, часть спасения, это то, что я дам от Духа Моего и залью от Духа Моего. Когда мы с вами читаем и рассуждаем о Духе Святом, наверное, где-то мы не до конца понимаем, не до конца понимаем действия Духа Святого, Его работу здесь на земле. Вы помните, сам Иисус Христос, особенно в Евангелии от Иоанна, в 14 главе, в 16 главе, говорит о том, что Он не оставит нас, не оставит учеников одних, но Он пошлет Духа Утешителя. Мы с вами читаем 16 стих, 16 главы Евангелия от Иоанна, «И я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами вовек Духа Истины, который мир не может принять, потому что не видит Его и не знает Его, а вы знаете Его, ибо Он с вами и пребывает в вас, и в вас будет». Дух Святой. И мы понимаем, что Дух Святой, Он не работает или не действует как-то отдельно от Тройцы. Бог Отец, Бог Сын и Дух Святой, мы верим в одного Бога. Мы понимаем, что все, что и Бог Отец, и Сын, и Дух Святой принимали участие в сотворении мира, мы понимаем, что они принимают участие и в жизни нашей, и в жизни верующих, и в жизни каждого человека. И сегодня я вместе с вами хотел бы очень кратко посмотреть на несколько моментов работы Духа Святого здесь на земле, работы Духа Святого в нас, в верующих, и не только в верующих, но во всех людях. Мы с вами читаем Евангелие от Иоанна, 16 глава, 8 стих, когда Христос говорит о Духе Святом, говорит о Духе Утешителе. Он говорит, и Он, Дух Святой, придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде. Первое действие Духа Святого Он обличает. Первое дело, которое было поручено Духу Святому, вы помните, Бог Отец дал особое поручение своему Сыну. И Сын, когда заканчивалась Его миссия в Своей молитве к Отцу, Он говорит, Я исполнил то дело, на которое Ты послал Меня. И Бог дал задачу Духу Святому. И вот Его задача, Христос говорит, и Он, придя, обличит, Дух Святой обличает. Обличает через проповедь Слова Божьего. И человек, когда слышит Слово Божье, Дух Святой работает над сердцем человека. И когда приходит время, тогда происходит это рождение, происходит покаяние и истинное покаяние. Это и есть результат работы Духа Святого в сердце грешника. Второй момент. Рождение от Духа Святого. Вы помните этот разговор, который произошел у Иисуса с одним из начальников, учителей израильских, Никодимом. И вот Иисус Христос, Евангелие от Иоанна, в третьей главе, в пятом стихе говорит, Иисус отвечал, истинно, истинно, говорю тебе, если кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божье. Рождение свыше. В ответ на покаяние человека, на его искреннее покаяние, Дух Святой производит в сердце человека перемену. Дух Святой производит обновление, обновление души человека, обновление его чувств, разума, его воли. И это действие мы и называем рождением свыше. Когда человек меняется, когда его наклонности меняются, когда чувства его меняются, и такой человек становится новым творением, такой человек является новой тварью во Христе Иисусе. И это работа Духа Святого. Мы с вами читаем еще один момент. Апостол Павел в послании к Ефесиным в первой главе в 13 стихе говорит, «В нем и вы, услышав слово истины, благовествования вашего спасения и уверовав в него, запечатлены обетованным Святым Духом». Дух Святой запечатляет. Когда мы с вами смотрим на это слово запечатление, печать, мы понимаем обычно, печать ставится тогда, когда нужно удостоверение, когда нужно свидетельство какое-то. и Дух Святой это делает в нашей жизни. Дух Божий, Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Он ставит печать, Он ставит удостоверение тогда, когда трудности в жизни, тогда, когда переживания, когда болезни. Дух Святой ставит печать, запечатляет. Дух Святой посылает нам уверенность в том, что мы дети Божьи. Еще один момент. Крещение Духом Святым. Мы с вами читаем первое послание Коринфянам, 12 глава, 13 стих. Апостол Павел говорит, «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, иудеи или елены, рабы или свободные, и все напоены одним Духом. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело». Что такое крещение Духом Святым? Наверное, никакая другая истина Священного Писания не вызывала столько споров, столько разногласий среди верующих, даже среди народа Божьего. И очень часто такое вот мнение или распространенное мнение, что крещение Духом Святым – это то же самое, что рождение от Святого Духа. И очень часто вот то место, вторая глава Деяния Апостолов, когда мы читаем о событии Пятидесятницы, о сошествии Духа Святого на учеников, на апостолов, люди называют крещением Духом Святым. Но когда мы с вами смотрим вторая глава, четвертый стих Деяний Апостолов, мы с вами читаем «И исполнились все Духа Святого». Что же такое крещение Духом Святым? Мы с вами понимаем, крещение – это погружение. Не так давно крещение было и в нашей Церкви, и мы говорили, что крещение – это погружение. Апостол Павел здесь говорит, «Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело». Крещение, погружение в одно тело – это ничто другое, как Церковь Иисуса Христа. И вот Дух Святой заботится о том, чтобы погрузить нас в тело Иисуса Христа, чтобы погрузить нас в Церковь Иисуса Христа. Поэтому крещение Духом Святым – это и есть присоединение верующего человека, спасенного Дитя Божьего, к Церкви Господа нашего Иисуса Христа. Дух Святой наделяет Детей Божьих духовными дарами. Мы с вами, когда проходили Первое Коринфянам, мы с вами много говорили о том, что дары различны, Дух один и тот же. И мы с вами понимаем, что Дух Святой заботится, чтобы каждый член Церкви, чтобы каждое Дитя Божье имело дар, имело то, чем бы они могли служить, служить Господу и служить в Церкви. И последний момент – водительство Духа Святого. Очень важный момент. Важный момент в жизни нашей, особенно в жизни верующих людей, особенно в жизни служителей. И когда Бог дал определенное задание Духу Святому, одно из этих заданий мы с вами читали, «Когда же придет Он, Дух истины, то Он оставит вас на всякую истину». И от того, как мы даем простор Духу Святому, от того, как мы даем Ему свободу в нашей жизни, зависит водительство Духа Святого в нашей жизни. Христианин, конечно же, должен быть внимателен. И Слово Божье много раз предупреждает нас, чтобы мы не огорчали Духа Святого, чтобы мы давали Ему простор, чтобы мы не угошали Его. Вы помните, апостол Павел в первом послании к Веселоникийцам говорит, чтобы мы не угошали, не угошали Духа. Благослови нас, Господь, смотря на книгу пророка Иоиля и вообще на Ветхий Завет, видеть новозаветные истины, видеть Христа, видеть Его действия в нашей жизни, видеть то спасение, о которых пророки говорили. Вы помните, апостол Петр в первом послании своем говорит, говорит о пророках, говорит о том, что эти пророки видели и жили, может быть, даже впереди своего времени. Но вот он говорит, в них был, в этих пророках, в людях Божьих, он говорит, в них был сущий Дух Христов. Те, кто жил до Христа, те, кто жил в Ветхом Завете, такие, как Авраам, такие, как Давид, которые жили впереди своего времени, они имели сущий Дух Христов. Помоги нам, Господь, чтобы мы, новозаветняя церковь, живя во время благодати, зная и понимая Слово Писания, зная и понимая, о чем нам Господь говорит, чтобы мы действительно давали простор Духу Святому, понимали Его работу в нас и через нас, и чтобы мы давали Ему простор постоянно, в каждом аспекте нашей жизни, чтобы Он мог наполнять нашу жизнь, и чтобы мы могли усовершаться в полный возраст. Иисуса Христа. Аминь. Помолимся. Богу взывал утешь меня, когда я домился душой, Он мне ответил, утешуя и дал лучше покой. Богу взывал, иди меня, когда заблудился в пути. Он мне ответил, не бойся, я с тобой готов идти. Я не просил богатства, но он мне подарил, буду и звезды солнцем неба исказал сохранить. Благодарю я Господа за милость Его в каждом дне. Он приходил, когда я взывал, и вещи было мне. Благодарю я Господа за милость Его в каждом дне. Он приходил, когда я взывал, и мече было мне. Идет и тебе только позови, придет вечный путь любви. Слава Богу, братья, за сегодняшнее собрание, за слова, которые Бог говорил к нашим сердцам. Вы помните, Христос, некогда находясь от искушения в пустыне, от дьявола, да? Помните, там дьявол, когда приступил и предложил ему сделать из камней хлебы, что он ответил? Он сказал, что не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих. Сегодня было достаточно много слова сказано. И это слово для наших сердец. Хорошо, если мы принимаем не так, как израильский народ, который, помните, он был в пустыне, и Бог говорит, я испытывал тебя, я посылал тебе, томил тебя жаждую, голод посылал для чего? Чтобы ты познал, что не хлебом одним жив человек, а всяким словом, исходящим из уст Божьих. Действительно, мы живы. Иногда мы как бы недооцениваем это, но это и есть жизнь наша. Слово Господне, оно дает нам жизнь. Упование на Господа дает нам силу. А когда мы молимся, вот, зная Слово Божие, Бог посылает просимое. Помолимся Господу. Дорогой мой небесный Отец, мы церковь Твоя, Господи, в сегодняшний день возводим очи к Тебе, к тому, откуда приходит помощь наша. Господи, взываем к Тебе, как к любящему Отцу, который переживает больше, чем каждый из нас, Господи, в наших проблемах и нуждах. Мы приносим к Тебе молитвы, Господи, наши моления и просьбы, и просим услышь нас, Господи, и ответь. А, Господи, мы просим и молим вновь и вновь, не только нашей молодежи, Господи, чтобы Ты благословил ее, чтобы даровал это рвение и желание служить Тебе, любовь к Тебе, к Слову Твоему, чтобы удалил их, Господи, от этих мирских похотей, Господи, чтобы даровал жить правильно, целомудренно в этом мире. Благослови не только их в этом, но и нас, Господи, ходящих пред лицом Твоим, людей старшего поколения, чтобы мы были примером и образцом для них. Благослови нас, Господи, выход наш из этого дома, хождение наше пред лицом Твоим, и благодать Господа нашего Иисуса Христа, и любовь Бога Отца, и общение Духа Святого да пребудет со всеми нами. Просим это ради Иисуса Христа. Аминь. 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 Аминь.